МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алло, дежурный? Это заммэра. У меня жена не явилась домой. На телефон не отвечает. Посмотри сводки. Мало ли чего. Да, это я. Нашли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наконец-то. Садись. Итак, в Нижневольске убита Наталья Викторова, жена заместителя мэра. Одна из крупнейших предпринимателей района. Обстоятельства выясняются. Ну, конечно, с простого смертного нас бы ни свет, ни заря на работу не пригнали. Если вас пригнали, то не просто так. И не пригнали, а вызвали. И ни одних вас в такую рань подняли. А пера вон уже на месте. Пробейте мне по этой Викторовой все, что сможете, все, что найдете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, местные говорят, что Викторов начал искать жену ночью. ППСникам дал ориентировку. Рассвел, нашли машину. А недалеко от машины и ее. Ни кошелька, ни ценностей здесь нет. Да. Машины тоже не крови. Видимо, убили в другом месте, а здесь выбросили. Зачем вы вообще трупы кинули из машины? Машину-то рядом бросили. Непонятно. Так, фирма Викторовой. Контакты на озеленение, на строительство, на ремонтные работы. Все из бюджета. Неудивительно, при таком-то муже. Викторов и Викторова родились и учились в соседних районах. Поженились в 95-м. Дочь Тамара 16 лет, сын Олег 12. Мобильный Викторов отключился вчера в 20.11. Подозреваю, что это и есть примерно время убийства. Как детям о таком сказать, а? Не знаю. В такие моменты я особенно радуюсь, что я не опер. И что не надо с родными разговаривать. Водички попей. Не заперто! Здравствуйте. Капитан Данилов, федеральная экспертная. Извините, я, наверное, не вовремя. Проходите, проходите. Время терять нельзя. Тамара! Проходите. Только давайте сразу по делу. Алексей Сергеевич, что ваша жена делала вчера? Была, как всегда, на фирме. Потом с 7 до 8 у нее спасал он. Ну, могла еще задержаться. Граждане понятые, прошу обратить внимание. Тайник. Так. Пусто. Галина Николаевна, да. Да ничего интересного, кроме пустого тайника в письменном столе. И следов сексуального характера практически везде, где только может фантазия пожелать. Видимо, мадам жила полной жизнью. Да, еще секретарша дала мне вчерашнее расписание Викторовой. Та после салона СПА собиралась ехать к юристу Раскрасову, но у него так и не появилась. А когда она обычно возвращалась домой? По-разному. До часа, до двух ночи могла не появиться дома, но всегда была на связи. А как же дети? Дети. Дочь старшая, самостоятельная. У сына няни гувернантка, она живет здесь же. Я их отправил в дом отдыха, но если надо. Посмотрим. Значит, вы стали звонить в полицию под утро? Наташка могла себе позволить заболошенные поступки. Я обычно ложился спать, не дожидаясь ее, а тут в четыре утра поснулся, ее нет. А раньше такого не случалось? Нет, поэтому я и заволновался. Позвонил дежурному, поехал на ферму. Там большой офис, охрана на входе. Охранник говорит, что она ушла вчера в шесть часов вечера, больше не приходила. А вы определили, что у нее еще пропало? Да, пропала ее большая сумка, она мне документы возила по ферме. Ключи еще пропали от работы и от дома. После того, как мобильный Викторов отключился, ей продолжали звонить. В 21.30 юрист Раскрасов. Викторова собиралась к нему, но так и не доехала. А с 22 муж. А какие документы пропали Викторову, выяснили? Пока нет, но фирма Раскрасова занимается предоставлением услуг по открытию ведения офшорных дел. Я думаю, что это связано с этим. Да, я ждал вчера Наталью Андреевну по делам, но она так и не приехала. Я даже позволил себе позвонить ей где-то в половине десятого. Позволили? Ну, она не любила, когда ей звонили, особенно если она опоздавала. Понятно. А какие у вас с ней дела-то? Я веду отчетность ее фирмы. У нас договор. Услуги по бухгалтерии и налогообложению. А почему вы в квартире-то сидите? Почему не в офисе таком, так сказать? Ну, нам не нужен большой офис. Тут дешевле, спокойнее. Ну, понятно. А в офисе у Викторовой вы были? Да, довольно часто. А почему она вас не вызвала, а приехала сама? Ну, понимаете, есть некоторые вопросы по налогообложению, которые удобнее обсуждать в спокойном месте. Понимаю, да. Ну, хорошо, раз вы бывали в офисе у Викторовой, нам необходимо взять ваши отпечатки пальцев. Галь, по Викторовой. Время смерти вчера около половины девятого вечера. Многочисленные колотые раны в лицо, грудь, живот. Трупы еще перемещали. И еще, в ранах я нашел микрочастицы резины с присадками. Ну, похоже, автомобильных покрышек. Значит, орудием убийства вначале кому-то пробили колесо. У машины Викторовой повреждений нет. Ладно, Борь, давай, спасибо. Проходите. Нашли что-нибудь? Да, нашли кое-что странное. Викторов в девяносто третьем году проходил по уголовному делу. Викторовы тогда жили в Малиновске. Это соседний район с Нижневольском. Тогда в лесу под Малиновском гребенеги нашли труп некой Инны Блиновой. Семнадцати лет. Подробности выяснили? Да, поставили областный архив на уши. Вот, прислали фотографии. Экспертиза показала, что Блинову били узким, длинным, заостренным предметом. Сначала били в лицо, как вы видите, а потом в грудь, в живот. Так же, как и у Викторовой. Да. Оруди убийства, характер ран и даже положение трупа Блиновой соответствует трупу Викторовой. Как же с тем делом связан Викторов? Леш! Леш! Входи. Я только что узнал. Да? А мне кажется, ты знаешь об этом гораздо больше, чем я. Что? Зря ты так. Понимаешь, у Наташки были те же раны, что на той девке. Понял? Те грибники, которые труп Блиновой нашли, видели у леса иномарку. Виномарки тогда было не так много. В общем, по описанию установили, что это машина Алексея Викторова. Викторову задержали, обыскали его квартиру, помещение его фирмы. Какую фирму? Ну, да какие-то там ларьки, магазины. Этот Викторов был новый русский, видный человек, но ничего не нашли. Викторов сказал, что рано утром ездил на дачу, у него была там часть товара. А дача как раз находилась по этой самой дороге. Потом определили, что Блинову убили накануне днем. А на весь этот день у Викторова было железное алиби. Он с утра до вечера мотался по своим ларькам, а вечером был, догадайтесь с кем? Со своей будущей женой. Именно. А еще с Глебом Фоминым. Значит, эти двое сделали Викторову алиби. А где сейчас живет Фомин, установили? Конечно. Фомин живет в Нижневольске, и он по-прежнему очень активно контактирует с Викторовыми. Запросите все документы и улики по делу Блиновой. Ну и надо обыскать коттедж Викторовых. Алексей Сергеевич. А, это вы? Я думал, соболезнования опять. Надоели эти морды. Нам у вас обыск необходимо провести. Валяете? Что-нибудь еще? Да, вы где были вчера вечером? В администрацию. А кто отъезжал? Куда? Зачем? К юристу. Раскрасывал. Ну, мы там разные контракты по администрации, ну и дела всякие. Какое-то меньше значения. Кто-то может это подтвердить. Глеб Фомин. Он до Гросстора туда приехал, мы восьми часами все закончили. Я уехал, а Глеб еще остался. Я был у тебя примерно до без пятнадцати девять. Ты меня понял? Потом я в администрацию поехал. Правда, не сразу. Я колесо спустил, а я меня вон. Но я звонил помощнику. Он подтвердил. Может, про вещи? Кто-нибудь видел, как вы колесо меняли? Я не афиширую свои отношения с юристом и раскрасыванием. Я машину вставил в укромном уголке. Как-то у нашего безутешного вдовца не очень убдительно получается. Колесо он вроде менял. Менял, только этого никто не видел. Может, он его сам себе проткнул? Ну, в любом случае, у Викторова нет алиби на время убийства. Так что он вполне мог успеть грохнуть жену и вывезти ее в лес в пласту. В этом Нижневольске все рядом. А мотив? Надоела жена. У них вообще-то двое детей. О, ауто мотив. В кабинете Викторовой следы ее сексуальных контактов с пятью мужчинами. В лесопарке на окраине Нижневольска обнаружен обезображенный труп Натальи Викторовой, жены заместителя мэра. Викторов сообщает, что его жена пропала накануне вечером. Выясняется, что 20 лет назад в соседнем районе был обнаружен труп девушки с точно такими же повреждениями. Викторов сообщает своему приятелю Фомину подробности убийства жены. Фесс устанавливает, что у Викторовой было несколько любовников. Вот запаска, а сдутая в багажнике. Оно нам понадобится. Понятые, подойдите. Алексей Сергеевич, скажите-ка, а это ваши? Впервые вижу, может, сын балуется. Граждане понятые, обратите внимание. Ладно, допустим, что 20 лет тому назад Викторов у себя в Малиновске в припадке ярости убивает свою неверную любовницу. Тогда его будущая жена и приятель состряпали ему алиби. Возможно, Викторова на себе его так и женила. И крутила им все это время, как хотела. Еще изменяла направо-наллево. Ну, естественно, мужика прорвало. А потом опять припадок и еще один труп. Думаю, что он хотел все сделать по-тихому. Но, видимо, когда убивал, пришел в ярость и перестал себя контролировать. Вот и получилось точная копия убийства 20-летней давности. Так, слушай. Ну, по крайней мере, одного любовничка Викторова мы знаем. Это господин Раскрасов. Скромный, незаметный бухгалтер и юрисконсульт семьи Викторов. Что ж вы, Матвей Игоревич, забыли упомянуть? О любовных отношениях с Викторовой. Я только веду для Викторовых имена офшорные компании. Меня интересует труп. Я ничего не знаю. В последнее время они... Короче, я придумал и так очень сложную схему фирм. Они постоянно там все еще больше запутывали. Как? Ты же все ведешь. Не все. Понимаете, есть интернет-банкинг. Они сами дают распоряжение. То одно, то другое, никак не договорятся. Что покупать, сколько, в каких долях. Короче, Викторов и Фомин ругались из-за денег. Да они все друг друга подозревали. Вчера только выясняли отношения. Потом Викторов ушел, а Фомин меня еще почти час мурыжил. Угу. Документация где? Все у них. У меня только безличные черновики. То есть у тебя мы ничего не найдем. Ну ладно. Ты расскажи, что с Викторовой это у тебя было? М? Это страшная женщина. Поперек слова, не скажи, уничтожит. Еще сексуально озабоченная. Она просто насиловала всех, кто от нее зависит. Еще издевалась при этом. Понимаете, я не удивлен, что ее убили. Кровь на острие Викторовой. Это орудие убийства. И пусть Викторов не врет, что никогда ее не видел. Но рукоятки его потожировые. У тебя там что-то еще? На заточке точно такие же частицы резины, как те, которые Боря нашел в ранней Викторовой. Эта резина совпадает с резиной пробитого колеса Викторова. Ну что? Галина Николаевна, Викторов этой заточкой сначала проткнул колесо, а потом свою жену. И колесо был куда милосерднее. Частица резины в ранней Викторовой и с этого колеса. Викторов уехал из администрации в 6.40. К 7 был уже у Раскрасова, а в 8 уехал. И после этого сразу убил свою жену. Значит, он заранее поменял колесо. Вечером у него не было времени этого сделать. Пытался создать себе алиби. И оставил у себя орудие убийства. Ну, может, это заточка ему дорога, как память. Например, как память о первом убийстве. А запасное колесо Викторова на таком же диске? А, я понял вас. Сейчас запросим записи с камер районной администрации. А Викторов пусть пока переночует в изоляторе. Доброе утро, коллега. О, вещдоки по первому убийству прислали. Как видишь. Смотри-ка, Виктор в 93-м. Да, всем нам когда-нибудь будет 20 лет. Тебе никогда не будут. Я тебя к тому моменту просто пристрелю. Ну, Андрюша, ты должна открыть тебе страшную тайну. Ты опоздал? Я знаю, это был комплимент. Все, ладно. Да, ну, пожалуйста, не мешай. Ну, видишь, я сверяю наличие. А ты что, всю ночь работал, да? Злой, как Крогозина после поездки в министерство. Ну, за комплимент спасибо. А это что? Короткий мертвый волос, который нашли на белье Блиновой. В 93-м году не смогли додефицировать. Ну, сейчас-то не 93-й. Боже ты мой, какие вы умные. Я Галине Николаевне уже все доложил. А, молодец. Это постановление на изъятие у вас образцов ДНК и волос. Зачем? Вообще-то Наталья была моей женой. Ничего удивительного, что на ней моя ДНК. Это ничего не доказывает. А ваша жена здесь ни при чем. Мы проверяем вас на причастность к убийству Инны Блинова в 93-м году. Тогда на ней нашли волос подполагаемого преступника. Подождите. Прошло 20 лет. Срок давности истек. Я могу рассказать. Я вас слушаю. Короче, мы дружили с детства. Моя жена Глебка Фомин и я. Я любил Наташку, Наташка Глеба. В начале 90-х начались ларьки, ваучеры, пошли шальные деньги. В общем, ощущение свободы. Вседозволенности. И это. Мы баловались с алкоголем, наркотиками. Глеб втайне потрахивал. От Наташки втайне потрахивал девок. Она бесилась. Становилась неуправляемой. А Инна Блинова? Погодите. В один вечер Наташка прислала мне сообщение на пейджер. Они тогда только появились. Мы все играли с ними. Она вызвала меня в гараж Глеба. Я приехал. Привет. Вы что тут, бензин разлили что ли? Проветрите? Не трожь. Ты чего? Алеша. Леша, у нас тут ЧП произошло. У нас? Да, у нас. Потому что если бы ты не трахал, кому попало. Короче, захожу вон с бабой. А я немножко покурила. Немножко. Да ты невменяемая была. Что случилось? Рубила она ее нахрен. Я не помню ничего. Я когда в себя пришла, она уже... Где она? Леша. Леша. Леша, мне нельзя в тюрьму. Да я же сдохну там. Да она сама виновата была. В лес ее завтра отвезите. Тебе все равно на дачу за товаром. Кровь собрали, как могли. Вылим там. Пусть думают, что там ее грохнули. Мы все тут почистили. А искать ее пока не будут. Ее родители в Польшу за шмотками уехали. ФЭС расследует жестокое убийство Натальи Викторовой, жены заместителя мэра Нижневольска. Выясняется, что у Викторовой было несколько любовников. ФЭС обнаруживает в гараже Викторовых орудие убийства Натальи. Параллельно устанавливают, что 20 лет назад Викторов подозревался в точно таком же убийстве. Викторов рассказывает, что в молодости вместе со своим приятелем Фоминым вывез труп девушки, которую убила Викторова. Мне до сих пор кошмары снятся. Но тогда для Наташки я сделал бы все. Да и сейчас еще. А вы уверены, что это Наталья убила Блинову? Был уверен, теперь не знаю. Может, Наташка тогда отмазывала своего обожаемого Глеба. А почему же тогда она за вас вышла, а не за него? Муж должен слушаться, а Глебка слушаться бы не стал. Да и мстила она. Ему? Вначале ему, чтобы понял, что потерял. Она меня по жизни направляла, где подоходнее. Думаете, мне эти откаты нужны были? Да она ему хотела доказать, какой он неудачник. А почему Фомин тоже переехал в Дежневольск? Ну, видимо, Наташка чем-то его держала. Она это умеет. Ну, тем же трупом. У него же в гараже убили. Да и она и жениться ему не дала. Вмешивалась во все, что только намечалось там серьезно. Но ведь Фомин тоже принимал участие в вашем бизнесе. Так по мелочи. То, что Наташка соизволит подать. А потом, видимо, возраст почувствовала, ее понесло. Она начала страхать всех. Что-то доказывала кому-то, мстила. И вы все это знали? Знал. Даже пару раз пытался порвать. Но без нее мне хуже, чем с ней. Знаете, как щенок. Хозяйка бьет, издевается. Без хозяйки щенок воет с тоски. В общем, я неисправимый подкаблучник. Что вы делали позавчера вечером у Раскрасова? Проверяли его хитрые схемы. Общий баланс вроде сходится, а по отдельности что-то не так. Есть записи со стоянки Нижневольской администрации. Анализ митохондриальной ДНК волоса с труппы Блиновой исключает, что это волос Викторова. Этот волос особо ничего не доказывал. Показаниям Викторова он не противоречил бы. А вот другое дело, это запись с его машиной. А-а-а. Так, вот позавчера Виктор выезжает из администрации. Слушай, у него все колеса нормальные. А вот девять вечера, Виктор возвращается в администрацию. У него стоит запаска. Он не убивал жену, либо ему кто-то помогал. Он сам просто не успел бы поменять колесо. С помощником он устроил бы себя алиби понадежнее. Виктора тупо подставили. Прокололи колесо и убили жену, так же, как была убита Блинова. Чтобы напомнить, старое дело. А потом взяли у Викторовых ключи и подбросили заточку в гараж. Да, и еще нанесли потажировые на заточку. Ну, кто мог так досконально знать то дело? Ну, кто-кто? Фомин? Не-не-не, у Фомина алиби. Он был Раскрасова. Ой, Андрюш, еще пару бессонных ночей на работе, и ты всем подряд начнешь Таслова верить. Надо, Андрюш, ночью спать. Не хотел со мной по-хорошему разговаривать? Разговаривать с ним. Да что с ним разговаривать? В изоляторе ночью с холодом он посидит, сам запоет. Да я вам все честно сказал. От тебя Фомин когда ушел? Ну? Он грозился моей жене рассказать о том, что я сплю с Викторовой. Ты, сиди. Да что я мог сделать, мужики? Да она бы меня без клиента поставила. Во сколько после встречи с Викторовым от тебя ушел Фомин? Да почти сразу после Викторова. А кто такой Холодов? Холодов? Ну, это ужасный человек. Да, ужасный человек, а я знал только одного. Викторов до машины немного шел пешком. Фомин на машине. У него было время протнуть колесо Викторову хоть до, хоть после встречи, а потом убить Викторову. Гражданин Фомин. Да. Федеральная экспертная служба. Вам придется проехать с нами. На каком основании? На таком, что вы подозреваетесь в особо тяжком преступлении, если вы, конечно, вдруг не вспомните, где вы были позавчера вечером с восьми до девяти. Я был на встрече. Юридическая фирма Матвея Раскрасова. Спросите его. А мы спросили. Он нам много рассказал интересного. Черт. Понял. Слушайте, я просто гулял. Вышел проветриться. А вчера вечером узнал про убийство. Думаю, от греха подальше. А то вдруг спросят. А вот мы и спрашиваем. Прошу. Фомин тоже был любовником Викторовой. Метахондриальная ДНК волоса с трупом Блиновой и Фомина совпадают. Я думаю, что теперь Рогозина возобновила дело Блиновой. Я уже все рассказал вашим сотрудникам. Отсутствие алиби еще не доказательство вины. Ваш волос найден на этом трупе. Да когда это было? И я ее не убивал. Это Наташка. Расскажите подробно. Я эту привел тогда к себе в гараж. Начали обжиматься. Я ей по приколу глаза завязал. Глеб. Глеб, блин, открывай. Глеб, я знаю, ты там. Вы твари. Наташка явно обкуренная была. Она сдернула с этой девки повязку и ударила ей в глаз. Потом набросилась на меня. Я загородился табуреткой. Она на нее снова переключилась. И била, била, била. Кому пришла идея привлечь Викторова? Наташке. Я тогда вообще ничего не соображал. Она очухалась, поняла, что надворила. И решила, что Лешка ей не откажет. Изобразить, что эту девку в лесу убили. А гараж? Гараж вымыли с хлоркой, с бензином. С дивана содрали обивку, но трав выкинули, сожгли. Где сейчас гараж? Отец его потом продал. Стоит, наверное, что ему будет. Вот спинка от дивана. И кажется, что это табуретка. Что-то там собралась находить. Я понимаю, кровь могла в доску дивана впитаться так, что ее хлорка не достала. Но в этих обломках стула... Если Фомин не врет, и он этим стулом защищался от Викторовой, то тут может быть все, что угодно. Например, вот этот волос. Да, гараж Фомина – это место убийства Блиновой. Это они не врут, но кто убийца? Это волос Натальи Викторовой. Метахондриальная ДНК совпадает. Ну и что? А то, что на волосе есть еще и ДНК Блиновой. Слупушка, кровь Блиновой, ну, по крайней мере, Викторова присутствовала тогда, когда убивали Блинову. Это не кровь, Андрюш. Это частицы мозгового вещества. Да ладно. Кажется, Фомин не врет. Наталья испачкала волос, а заточку после первого удара в глаз Инны. А потом набросилась на Фомина. Фомин защищался этим стулом, вот волос и зацепился. Похоже на правду, но обвинение в убийстве Викторовой с Фомина не снимается. Ну что, убедились? В чем? В том, что вы с Викторовыми убили Блинову. Тело спрятали, да. А насчет Викторовой? Да зачем мне ее убивать? Она вам жизнь сломала, издевалась, не дала семью создать. Теперь еще и деньги начали пропадать. Вот вы решили отомстить ей и ее успешному мужу. Да я им и так отомстил. Я их дочку-дуру трахал у них под носом. Я после Раскрасова встречался с Тамарой Викторовой. Сразу не сказал, ее пожалел. Сомневаюсь. Ей 16 лет. Встречаться вы стали наверняка раньше. Вы боялись статьи за совращение, но статья за убийство тяжелее. Вот вам и пришлось признаться. Ну, вообще-то мы должны беседовать с тобой в присутствии родителя. Отец сейчас будет. А что случилось? Глеб Фомин. Я его люблю. Отцу не говорила. Мы когда с ним последний раз встречались? В тот вечер, когда маму убили. Если не Викторов и не Фомин, то кто? Кто еще мог знать подробности того дела? Я не поверю, что два убийства случайно похожи, как две капли воды. Я два раза паспортную базу прогнала. В Нижневольске нет никого из Малиновска, кто бы застал те события. Кто еще мог знать подробности убийства Блиновой? Был у нас в Малиновске один придурок. Он вообразил себя криминальным репортером. Так он очень подробно в нашей газетке описал этот случай с фамилиями. Как называлась газета? Да черт его знает. В это время много чего было. Наташка держала у себя вырезки. Где? Я видел их однажды в папке вместе с документами по офшорам. Ладно, спасибо, разберемся. Вот распишитесь, подписка, а не выезде. Господи, что ты не спишь-то? Пап, я должна тебе сказать. Что? Я и Глеб, мы любим друг друга. Что? Значит, вы... Пап! Молчи. Черт, не доглядел, а? Пап, ну у нас все серьезно. У него таких, как ты, серьезных. Он полобласти переимел. Он же ничего, кроме этого, не умеет. Сладкий голосок, нежный взгляд. Черт! Пап, у нас серьезно. Все. Иди спать. Спать! Извините, что мы так долго, но это срочно. Вы кого-то ждете? Я сказала отцу про нас с Глебом, и он куда-то уехал. Он его убьет сейчас. Звонил охранник из здания, где офис Викторова. Сказал, что приезжал Виктор, весь какой-то неадекватный. Вот, охранник ему говорит, что, мол, в офис нельзя. Офис закрыт, он опечатан. А тут говорит, я не в офис. Поднялся, а потом вышел. Леха, ты что, сдурел? Тебе других баб мало. Леха, ты не так все... Алексей Сергеевич, нам бы поговорить. О чем? Ну, например, о вашем сыне. Да и о дочке. Вы же тоже на девочке крест поставили. Знаете, сколько в жизни всего бывает. А ошибиться по молодости, это не самое страшное. А его мы посадим за совращение малолетнего. Таких на зоне ух любят. Папа! Точно. Пистолет Викторовой. Вот зачем Викторов заезжал в здание, где был офис. Это пистолет вашей жены? Да. Она его по случаю купила. И держала его в офисе. А когда она исчезла, вы его забрали из офиса. Что еще забрали? Папку из тайника. Потом мне позвонили, сказали, что менты внизу незаметно не вынести. Поэтому я все спрятал за пожарным счетом на техническом этаже. Документы по офшору там были? Основных нет, не было. По мелочи так. Что еще не хватало? Я не уверен, но Наташка хранила ключи от родительского дома под Малиновском в тайнике. Сейчас этот дом принадлежит дочери. Ну, жена иногда туда ездила. Зачем? Поностальгировать. Она ведь была не такая, как вам кажется. Ее могло и прибить. Она даже однажды встречу пропустила по офшорке. А это не тогда, когда Раскрасов ей позвонил, она на него накричала? Так орала, что мне пришлось извиняться за нее. Вот, держите. Оп. Все точно, лежала за пожарным счетом. Работайте. Да, документов по офшорам нет. По-видимому, Викторова взяла их с собой. Может, действительно все из-за этих документов? Так, а вот и вырезки, про которые говорил Фомин. Про убийство Блиновой. И про подозреваемого Виктора. Так, тихо. Топ. Тут биологический след, и довольно свежий. Угу. Фесс расследует жестокое убийство Натальи Викторовой, жены заместителя мэра. Оказывается, что 20 лет назад Викторов подозревался в точно таком же убийстве. В гараже Викторовых находят орудие убийства Натальи. Фесс задерживает Фомина по подозрению в убийстве Викторовой. Фомин признается, что во время убийства встречался с дочерью Викторовых, Тамарой. Викторов хочет убить Фомина. Фесс задерживает Викторова. Следствие подозревает, что про убийство 20-летней давности знал еще кто-то. Есть. Раскрасов перерывы между сексуальными раундами с Викторовой. Проверял ее тайник. Молодец. Жди здесь. Я сейчас приду. Молодец. 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 Раскрасов воровал у Викторовых. Все это заметили. Он искал у Викторовых документы по офшору. А нарвался на старые статьи. Вот тут-то ему и пришла мысль в голову убить Викторовых тем же самым способом. И подставить Викторовых. А Фомин сам потребовал от Раскрасова себе алиби. На Раскрасов ничего нет. Найдем. Раскрасов все тщательно продумал. А обыски только воспугнут. Хотя, может, это и к лучшему. Вы уж потерпите. Начальство приказало обыскать все, что имеет отношение к Викторовой. Ну да. Одна дура вякнула, а мы теперь мучаемся. Что, еще что-то случилось? Это, видите ли, секретарша Викторова рассказала, что Виктору у какого-то Наталья заверил какие-то копии. А еще она обвинила Фомина, что он у нее ворует. Скорее всего, это копии по офшорным счетам Викторовой. А наше начальство... Тсссс! Деньги, это всегда хорошо. Матвей Игоревич. Здравствуйте, ключики. Можно? Да, это ключи моей жены. От дома под Малиновском. Помните, я вам говорил? По всей видимости, вы говорили об этом не только нам, но и Раскрасову. Когда извинялись перед ним за вашу жену, она уехала ностальгировать и пропустила важную встречу. Да, наверное. Так вот мы подумали, раз ключи у убийцы, значит, надо каким-то образом выманить его в этот дом. Раскрасов? Да, ему нужно было скрыть хищение, к тому же он ненавидел вашу жену и видел вырезки про убийство Блиновой. Не подумал, что это я убил. И про Наташку подумают тоже на меня. Он убил, забрал ключи, документы. Мы заставили его поверить в то, что ваша жена сделала копии документов и где-то их спрятала. Естественно, он понесся проверять дом под Малиновском. Этого хватит для доказательств. На ключах осталась кровь вашей жены. Подпишите, пожалуйста, обязательства о явке, и вы свободны. А как же Глеб? Я же хотел убить его. А Фомин не горит желанием заявлять на вас и вообще обнародовать эту историю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok